Редактор субтитров А.Семкин Сегодня мы с его супругой Татьяной вспомним, каким удивительным человеком и профессионалом он был. У него было три правила. Что ты говоришь? Кому ты говоришь? И ради чего ты говоришь? Этому научила его педагог Ольга Высоцкая. Есть дикторы, которые нравились Игору Леонидовичу. На многих ругался, что неправильно говорят, неправильно ставят ударения. Дружил он с Юрой Николаевым, часто сперезванивался. Очень ему нравился Дима Борисов. От кого я узнала, что появился музей телевидения, это был Дима Борисов. Как существует история России, так же должна существовать и история телевидения. Я считаю, что я самый счастливый человек. Очень многие хотели бы получить мастер-классы у Юрой Леонидовича. А у меня было на протяжении 10 лет. Я стала говорить по-другому, выражать свои мысли по-другому. А дома это был мягкий, уравновешенный, тихий человек, любящий уют и дом. Свой родной дом. Хобби у него были очень дорогие. Кто безумие любил машины. На протяжении его жизни было очень много машин. И еще одно было хобби. Он собирал зажигалки. В виде туфельки, в виде шляпки, в виде противогаза. В 80 лет познать интернет, это не каждому дано. Он это освоил. Он пользовался этим до последних дней. Последние годы, особенно последний год, мечтал дожить до 90 лет. Но не судьба. Не судьба. 11 марта была годовщина смерти сына Игоря Леонидовича. Я говорю, ну вы понимаете, у вас сегодня грустный праздник, а у меня сегодня веселый праздник. Он говорит, а какой? Ой, ваш сын погиб 11 марта, а мой сын рожден 11 марта. Ну, значит, Господь у меня одного сына забрал, но в тот же день подарил мне другого. Приближался день 8 марта, и он сидит и думает, как же мне столько женщин поздравить. Потрачу на этот целый день. Я говорю, один момент. Одеваю его красиво. Снимаю короткое видео. Обращение ко всем женщинам. Разослали всем по WhatsApp. Все счастливы и довольны. Он говорит, как же ты мне облегчишь. Вот мне мою, мою участь. На этой фотографии запечатлен Игорь Леонидович вместе с Володей Ухиным. Ирина Мирошниченко. Игорь Леонидович берет у нее интервью. Здесь он ведет новостной выпуск с Азой Лихитченко. Тоже Азой Лихитченко. Редактура какого-то текста. Я считаю, что это великие люди были. Я принесла два пиджака, чтобы в этом музее присутствовал дух Игоря Леонидовича. Он выходил в эфир в этом пиджаке. Желаю, чтобы вы достигли того уровня, который был у Игоря Леонидовича. А это был высший пилотаж. Если вы еще не бывали в музее телевизионного искусства, то в нашем сообществе ВКонтакте вы можете записаться на экскурсию. Мы вас ждем.